Добрый вечер! Сегодня у меня в гостях самый известный российский бизнес-тренер Радислав Гондопас. Добрый вечер! Добрый вечер, Динара! Спасибо, что позвали. Может быть, не только российские, может, еще и казахстанские, поскольку я хочу напомнить, что за месяц я уже третий раз приезжаю в Казахстан. Переезжать не собираетесь к нам? Приезжать! Радислав, вы приехали в Астану с новым интересным проектом «Эмоциональный интеллект». Завтра я к вам иду на тренинг. Что это такое? Рама полностью называется так. «Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает». И она посвящена тем аспектам, которыми мы не пользовались осознанно никогда. Ведь эмоции человека возникают как реакция на внешние обстоятельства. И они возникают. Он меня бесит. И ты бесишься. Он меня заводит. И ты заводишься. Например, мне все надоело. И вот ты живешь в этом состоянии. Наши эмоциональные состояния мы привыкли считать продуктом воздействия извне. Но, как выяснили исследование, самые успешные люди – это люди, которые в отношении эмоций проактивны. Они не реактивны, в смысле они не реагируют на эмоции, а они формируют эмоции. То есть они сами реагируют на эмоции? Они создают эмоциональное состояние, которое им нужно. Это что, я утром проснулась и решила, что я сегодня буду весь день веселая? Да. Я весь день веселая? Да, но этого решения недостаточно, потому что ваши эмоции – это результат гормонального воздействия. Вы не можете взять и просто решить выделять эндорфины. Для того, чтобы начался синтез эндорфинов, вы должны создать определенную для них… Атмосферу какую-то, климат. Даже не атмосферу. Им нужен импульс, им нужно определенное воздействие. Следовательно, они возникают, что они начинают синтезироваться. Но это не такая простая задача. Нельзя. Команда – чик, и эдогенные морфины пошли. Есть технологии. Этими технологиями я завтра поделюсь с удовольствием. Поделюсь технологией гнев-менеджмента, как я говорил, управления гневом. Это важная вещь. Это очень важно. Люди не позволяют себе проявить гнев. Получается внутренний конфликт. От этого болезни, кстати, появляются. Недокопленный гнев потом вырывается неконтролируемо. Совершенно человек ведет себя неадекватно, из какого-то пустяка вспыхивает. Семьи распадаются. Дети покидают родительский дом. Хорошие сотрудники увольняются, потому что у кого-то вспышка гнева накопленным и накопленным вырывается. Гнев – прекрасное чувство, но к месту и специальным образом его можно использовать. Огромная энергия в нем заключена. И у вас есть такие технологии, которые позволяют управлять гневом, радостью, другими эмоциями? Ими проактивно. Есть технологии, которые позволяют обработать эмоцию, которая уже возникла, и с ней нужно что-то делать. Потому что вот она возникла, ее нужно куда-то деть, как-то ее распорядиться. А также можно работать на упреждениях, когда вы знаете, что наверняка вы окажетесь в ситуации, повторяющейся, в которой у вас возникнет определенные эмоциональные состояния, и этим могут воспользоваться другие люди, или под воздействием этого эмоционального состояния вы можете принять нежелательное для вас решение, вы можете произвести специальные мероприятия, которые упреждают это состояние и не дают этим эмоциям возникнуть. Ведь очень часто технологии продаж, переговоров построены на определенной манипуляции эмоциональными состояниями, и потом, когда эмоции у человека угасают, он думает, блин, зачем он принял такое решение, оно мне невыгодно, черт, он сожалеет, а уже ничего сделать нельзя. Поэтому люди, владеющие эмоциональным интеллектом, они реже становятся объектом манипуляции других людей. Правда, у них появляется и соблазн стать манипулятором. Возможность тоже манипулировать. Возможно, они появляются, они обладают инструментом, который позволяет это сделать, и тут ограничением служит этика. Радислав, я знаете, что заметил, когда я хожу на тренинги, я получаю информацию, мне все нравится, я все записываю, какое-то время я это использую, но проходит месяц, и я все забываю. То есть, как сделать так, чтобы после вашего тренинга, к примеру, эмоциональный интеллект, чтобы эта система внедрилась в мою жизнь и работала? Ну, во-первых, какие-то вещи внедрятся прямо на тренинге против вашей воли, потому что так будет построен процесс обучения. Второе, некоторые вещи, если вы будете использовать осознанно, они со временем станут частью привычки. Ну, как мы привыкли улыбаться человеку при приветствии, протягивать ему руку, определенным образом ее пожимать. Мы не осознаем этого, не строим плана, вот я подойду, протяну руку, пожму ее. Точно так же в сфере эмоционального интеллекта у вас возникают определенные паттерны поведенческие, которые вы воспроизводите, не задумываясь, это как часть ритуала. Как человек, некоторые открытывают одеяло утром, думают, черт, там, на чем я на белый свет родился, проклятие, сейчас нужно будет ехать на работу. И создает у себя определенный эмоциональный настой. Есть люди, которые улыбаются, думают, боже мой, слава богу, я живой, я проснулся, ура, солнце есть, нет, неважно. Они создают определенный настой, это просто дело привычки, какие-то люди делают зарядку, какие-то не делают. Я много лет на этом рынке, у меня 20 лет карьеры, я знаю совершенно определенно, что будут люди, которые никогда не используют ничего. Они сходят на тренинг, скажут, о, было классно, весело, здорово, полезно, интересно, любопытно, незабываемо, но они ничего не применяют на практике, совсем ничего. Не, ну даже применив, даже применив на практике, то есть это все равно потом с головы как-то вылетает, потому что мы же не бизнес-тренеры, да, то есть остается, но остается капелька. А вот я бы, например, хотела завтра получить эту информацию, и чтобы она работала. Из области осознанности она уходит, вы перестаете на это обращать внимание, а она уходит в область каких-то привычек, каких-то автоматических реакций. Несомненно, так не бывает, чтобы она растворилась бесследно. Когда я сказал, что будут люди, которые ничего не применят, и тоже с оговоркой, что какие-то вещи, они просто войдут в плотную кровь на уровне установок. Ну, допустим, когда человеку говорят, а, расслабься, не напрягайся, не выдумывай, не драматизируй, он, как правило, бесится, потому что говорит, что ты меня успокаиваешь, я спокоен, да, это не помогает. Но можно изменить на тренинге установки таким образом, что человек будет более спокойно, более адекватно воспринимать раздражители. А вы можете дать совет сейчас нашим зрителям? Потому что бывают ситуации, когда ты действительно в гневе, ты зол на человека или на ситуацию, на обстоятельства. И в гневе на самом деле можно много наговорить лишнего, там, что-то неправильно сделать. Вот как в этот момент гнев, чтобы он вышел, да, в то же время, чтобы ты там не на болезни, да, направил этот поток энергии, а при этом и энергию свою отпустил, и как-то принял какие-то адекватные решения? Что нужно сделать? Самый простой способ избить этого человека, да, пожёстче, чтобы запомнил навсегда, энергия гнева выйдет. Но знаете, что произойдёт? Когда мы гнев направляем внутрь, подавляем его, развиваются заболевания, потому что это напряжение, оно переходит, оно с мышечного панциря вот этого, напряжение, оно переходит во внутренние органы. И они, например, даже этого не чувствуют, они напряжены, и их функция, к сожалению, подавляется. Мы можем и в желчные пузыри, и в поджелудочную железу. Желудок страдает в первую очередь от раздражения, от гнева. Желудок, пищеварительная система в целом. Получается внутренний конфликт и болезнь. Если мы выплёскиваем гнев, не буду его сдерживать, я его сейчас проявлю, убью, ты меня бесишь своим, значит, без конца, сто раз тебе повторял, а ты снова. Что происходит? Происходит внешний конфликт. Мы на человека накричали, сдулись, а потом, ну там, чего ты надулся, дескать. А вы человеку нанесли травму, вы ему сказали грубости какие-то, вы его оскорбили, вы его побили словами, интонацией. И вам уже нужно выстраивать отношения заново, а это рано, шрам рано заживёт, а шрам останется. И люди, у которых бывают вспышки гнева, время от времени, да, близкие, с ними живут как на пороховой бочке. Они не знают, когда рванёт, и они всё время этого ждут, всё время напряжены. Знаете, всё время, ой, у него, кажется, вспышка гнева начинается, ой-ой. Это очень трудно, жить с гневливым человеком и поддерживать с ним нормальные, ровные отношения. Не все способны терпеть такое отношение. Как же быть? Вовне конфликт, внутрь болезнь, гнев, чувство, с которым можно работать на упреждение. Достаточно знать, что гнев возникает у человека всегда, когда он сталкивается с несправедливостью, или когда покушаются на его собственность или ценности. Он тогда на защиту, не тронь моё, и там несправедливость. И у кого-то могут быть вспышки гнева из-за какого-то пустяка бытового совершенно. Нужно изменить отношение. Изменить отношение к гневу? Изменить отношение к ситуации, которая это не вызывает. Мы на тренинге будем делать такие вещи. Ну, поделитесь с нашими зрителями, они же не попадут на этот тренинг. Это не объяснить в двух словах. Методика не бывает в одной фразе. Если бы это было так легко, то для этого не нужно было бы проводить обучение, а просто было бы написать, там, не палься. Тренинг для того и существует, что методику не просто рассказать словами, её нужно показать, дать попробовать, закрепить. И поэтому я бы воздержался от какой-то простой фразы. Многие скажут, да ну так просто, оно не будет работать. Тогда я, знаете, я обещаю, что я поделюсь, когда получу информацию, что я как-то кратко напишу, то есть передам информацию, запишу Радислава и передам эту информацию. Я бы хотела перейти к другому вопросу. Я смотрела видео в Ютьюбе и очень, кстати, рекомендую посмотреть выступление Радислава, где вы говорите о том, что если ты хочешь чего-то добиться, то есть нужно к этому относиться как к службе в армии. Вот расскажите про... Мобилизовать себя. Мобилизовать себя, да, и там на два года просто лишить себя всего и идти чётко к цели. И вы рассказывали про себя, что вы тоже так достигли успеха в Москве. Да. Это правда? Правда, чистая правда. Я себе определил два года, я сказал себе, что через два года после приезда в Москву я получу премию «Лучший тренер года», она вот так называлась, «Тренер года» называлась премия, что я её добьюсь и получу. Это будет для меня индикатором успеха определённым, что я выйду на стабильный определённый заработок, что я в месяц буду зарабатывать вот такую сумму, что у меня будет вот такой уровень востребованности, соответственно, потому что стоимость определяется, она тоже рассчитывается в определённой схеме, и, значит, на меня будет вот такое количество заказов каждый год. Я определил себе бытовой райдер, то есть на какой уровень качества жизни я должен выйти через два года. И всё, что не было описано в этом плане, мне всем этим пришлось пожертвовать. У меня в этом плане не было личных отношений, семьи, у меня там не было друзей в этой картинке, у меня там были деньги и статус, мой профессиональный уровень востребованности и так далее. И, вы знаете, за два года я добился этого. Это нонсенс, потому что работая два года на рынке в Москве, получить премию «Тренер года», такого не бывает. Люди 10-15 лет работают, чтобы получить такую премию. Я начинающий, я, ну, два года, в любой профессии два года, будучи, вы не можете стать лучшим в стране, это абсурд. И я думаю, что я не стал, конечно, лучшим тренером страны за два года, несомненно. Но премию забрали. Но самым заметным я стал. То есть я был, ну, сейчас бы это, сказали, знаете, победитель в номинации «Открытие года». Открытие года. Потому что человека не было, его никто не знал, не видел, не слышал о нём ничего, и вдруг бабах отовсюду, из всех утюгов о нём речь. Книга вышла, я каким-то чудовищным темпом написал книгу, развил невероятную деятельность в интернете, у меня было 20 тысяч подписчиков, у меня сейчас 100 тысяч на YouTube, 105. Я считаю, что это победа, это много, круто, но, слушайте, у меня 20 лет работаю на рынке, понятное дело, что есть какая-то из меня 8 книг на 5 языках, у меня 12 фильмов, 14 фильмов уже снило. Понятное дело, что 100 тысяч накопилось, но тогда, когда я никто и почти ничто в профессии, 20 тысяч подписчиков, которые получают мою рассылку, это очень много, я очень много работаю, но я практически не уделял времени спорту, я уделял времени только в той мере, в какой это было необходимо для поддержания тонуса, никаких личных отношений, никаких там романтических, я не мог себе позволить, какие-то эпизоды, но ничего серьезного, ничего похожего на брак и семью. А как вы определили для себя, что это будет ровно 2 года, что вы лишаете себя всего-всего? Я сам себе определил этот срок. То есть вы для себя так определили, что вот это будет такой проект, служба в армии? Этот срок обязательно должен быть ограничен. Вы должны знать, когда у вас финишная прямая, и вы должны знать, каким показателем вы вышли, тогда вам легче себя мобилизовать. Когда даты размыты, хорошо бы мне на интервале лет 5, 6, 10, 15 начать зарабатывать тысяч 5, 10, 20, а лучше 100 каким-нибудь способом, ну таким не сильно напряженным, ну там в меру творческим и, конечно, не криминальным, но это все лирика, это все в пользу бедных. Это не будет никакого результата, ни 5, ни 10, ни 20, ни через 5, ни через 50 лет. Нужно очень четко в целях формулировать. Радислав, но я тоже знаю очень много людей целеустремленных, которые тоже идут очень упорно к своей цели. Они тоже стараются лишать себя всего и четко идут. Но не все доходят до финиша. Да, конечно. Конечно, и все. Я думаю, что подозреваю, что у вас есть какой-то секрет, о котором вы просто, может быть, не говорите, или секрет, или какая-то работа еще с подсознанием, там, я не знаю, с космосом. Как-то вы наверняка что-то еще помимо этого делали. Я конченый прагматик. Когда я даю откровенный ответ на этот вопрос, большинство людей говорят, нет, наверное, должно быть какой-то секрет. Все не может быть так просто. Да. Нужно просто много работать. Но количество должно переходить в качество. Много и качественно работать. Стараться делать свою работу лучше, лучше и лучше. Какие бы вершины профессионализма вы не достигли, всегда ставить себе новые, более высокие планки. Никогда не зацикливаться на том, что вы умеете, и бесконечно воспроизводить то, что у вас получается, в надежде, что если это продается, то это так будет продаваться всегда. Ищите новые темы, новые горизонты. Расширяйте область поиска. Старайтесь быть на пике. В своей профессии, правильно? В своей профессии и в смежных профессиях. Мы живем в удивительное время, когда человек может исчерпать себя в профессии. Ему может надоесть делать то, что он делает, ему неинтересно. И он может вообще завернуть в другую сторону. Он может. Мой друг, мой близкий друг закончил музыкальное училище, джазовое отделение, трубач. Через время он стал владельцем сети салонов красоты. И преуспел в этом деле. В городе он был самым известным предпринимателем в этой сфере. Я не знаю, что с ним произошло, но в какой-то момент он увлекся финансовым анализом и поступил в ВУЗ, получил специальность финансовый аналитик. И так быстро развивался в этой области, что стал членом Международной ассоциации финансовых аналитиков. И даже в ней, внутри, получил какой-то очень высокий рейтинг. И на волне успеха, когда у него была собственная консалтинная компания, какие-то привилегированные клиенты, и перед ним был выход, может быть, на международное пространство. Он даже автор очень интересных разработок в этой области. И его вдруг, что-то произошло с ним, он бросил все это, и заключил контракт с австрийцами, и уехал возглавлять строительство. Может быть, вы просто его наставник? Да, он занимался не собственной строительностью, он не технолог, конечно, постройке, а он был, он считал, надзор. Но он с вами как-то советуется? В течение трех лет. Это еще не конец истории. Через три года он увлекся кулинарией, стал колумнистом в Forbes, ресторанным критиком, а сейчас ведет телевизионное шоу кулинарное, ездит с гастролями по стране, дает мастер-классы, осуществляет консалтинг для новых ресторанов. Ему сейчас 35 лет. Всего лишь 35 лет? Ой, нет, что-то я вру. Нет, ему уже, наверное, 40. Подождите, нам наши друзья всегда кажутся моложе, чем они есть. Нет, 40, пожалуй. А я и не помню, как он года рождения. Ну, около 40, наверное, да? В районе 40 лет. То есть, я думаю, что он еще 3-4 сменит профессии, но он во всех профессиях достигает некоего пика моментально причем. Он топовый телеведущий, с высокой зарплатой, у него звезды приходят в кулинарное шоу, он любит и умеет готовить, фантастически вкусно готовит. У него миллион друзей в этой области. В Италии, Франции, Украине, России, Казахстане. Люди к нему обращаются за консультациями. Как его зовут? Сергей Калинин. Сергей Калинин, да? У него собственный бренд есть, он производит продукты питания под своим брендом. Сергей Калинин. Всякие деликатесы делает. То есть, самое главное, не стоять на месте, а все время что-то искать. Мы живем в удивительное время, когда человек может прожить много жизней в одной. Как бы несколько реинкарнаций. Это касается личной жизни. Есть люди, которые исчерпали себя в отношениях, и они могут создать новую семью с новым партнером, детей. Это ведь абсолютно нормально. Это нормально. Это воспринимается по-прежнему как трагедия некая, разрыв и так далее. Но если люди прожили уже жизнь, и они уже ничего не ждут друг от друга, и никакой радости не испытают, они могут попытаться создать новые отношения. А в бизнесе так это бесконечный процесс. И вы можете наряду со сменой профессии еще любое хобби обрести. Научиться управлять самолетом, кататься на лыжах, освоить кайтсерфинг, оседлать какой-нибудь продрациду. Это ведь тоже очень полезно, занимаясь бизнесом или занимаясь какой-то тяжелой работой напряженной, чтобы обязательно у тебя было еще какое-то хобби, где ты расслабляешься и делаешь что-то для души. С одной стороны это расслабление, это как бы стресс, но с другим зарядом, с другим вектором. Если в работе вы мало двигаетесь, но очень много принимаете решений, и у вас грузится напряженное сознание, то потом вы катаетесь на доске, там виндсерфинг, например, вы там никаких решений не принимаете. Это чисто телесная работа, но у вас активность, движение, адреналин, и вы вырабатываете, выбрасываете вот это напряжение внутреннее, которое скопилось. Однако смысл хобби не только в том, что вы отдыхаете, расслабляетесь, переключаетесь, а еще и в том, что вы поддерживаете так называемую нейропластичность мозга. Ваша способность нейронов устанавливать новые связи, менять конфигурацию там в мозгу, она связана с многообразием видов деятельности, которыми вы занимаетесь. И поэтому очень важно, чтобы вы не зациклились в одном и том же, что вы делаете профессионально. Шерлок Холмс сказал доктору Ватсону, что он старается не засорять свой мозг ненужной информацией, он старается собирать только ту информацию, которая поможет ему в профессии. Так вот, самая свежая информация научная – это тупиковый путь. Когда профессионал старается сосредоточиться настолько, чтобы ничем больше не заниматься. Шахматист, музыкант или бухгалтер, только цифры, только шахматы или только струны. В конечном итоге мозг исчерпывает свой ресурс нейропластичности, и человек перестает преуспевать в том деле, которым занимается. Нужно разнообразить свой быт, нужно читать, интересоваться, путешествовать, осваивать какие-то новые, не знаю, транспортные средства, управлять ими, иностранные языки изучать. Поэтому я заметила, что практически все успешные люди, у них обязательно есть какое-то интересное хобби. И они это делают, и видно, что там человек получает прям какую-то радость. И о бизнес он уже идет какой-то, я не знаю, как-то играючи все это получается. Наверное, потому что действительно человек вот как-то вот все это перемешивает, да, и мозг его работает в разных направлениях. Да, совершенно верно. Эффективность человека в его профессиональной области зависит и от многообразия его занятий. Чем шире спектр, тем он эффективнее в отдельных областях. Это слова настоящего лидера. Радислав, вы, несомненно, знаете все о лидерстве. И мне нравится, я второй раз с вами беседую, мне очень нравится ваша такая приземленность. Вы очень хорошо и крепко стоите на ногах, нет никакой звездности. Вы даете очень четкий ответ на вопрос, лаконичный, простой, понятный. Поэтому вам спасибо большое. Завтра с огромным удовольствием буду слушать ваш новый тренинг. И приезжайте почаще в Казахстан. С радостью, спасибо вам. Да, я бы хотела поблагодарить Metropolitan Business School за эту уникальную встречу и возможность нашим зрителям узнать что-то новое для себя. Да, Радислав? И обязательно подпишитесь на Радислава в YouTube и в Instagram. Хорошо, спасибо большое. С нами был самый, я бы сказала, знаете, как вас называют? Мистер Тестостерон. Да, это правда. Бизнес-тренер-тестостерон. Спасибо большое. Очень приятно было вас увидеть. Спасибо.